Хей! Вопрос на сегодня. Почему в ЕГЭ нет определенного списка слов, лексики, которая гарантировала бы успешную сдачу экзамена, как, например, в IELTS или TOEFL, хотя они схожи между собой? Небольшая организационная часть. Приглашаю всех на бесплатный вебинар 23 октября 2017 года в 19.30 по московскому времени. Это будет открытое занятие за ЕГЭ для преподавателей, которое будет интересно как преподавателям, родителям и ученикам. Будем отвечать на вопросы о ЕГЭ. Можете посмотреть изнутри атмосферу, как и что мы делаем. Для участия в вебинаре необходимо подписаться на канал, на группу ВКонтакте. Ссылку на нее оставлю внизу. И 23 октября за час до начала занятия я публикую ссылку для входа на вебинар. Извечный вопрос, почему так, почему у нас нет ограниченного списка слов, как в IELTS и TOEFL, кто виноват. Я не желаю отвечать, потому что привыкла решать вопрос, а не искать причины и виноватых. Как я решаю этот вопрос на своем курсе? Есть список определенных тем, которые опубликованы на всех официальных источниках, например, FIPI, которые необходимы для сдачи экзамена. Список тем я публикую внизу, под этим видео. А теперь конкретная инструкция для преподавателя о том, каким образом максимально эффективно изучать лексику. Первое. Берешь к Макмиллана книжку «Лексика и грамматика». Там удобно все темы расписаны по юнитам, да, на выжимка по словам, фразовым глаголам, словообразованию, а также выражениям с тематической лексикой. Например, travel and transport, hobby, family, love and friendship, work, school and so on. Плюс упражнения, плюс ревью, самостоятельная работа. С вашей стороны необходимо предоставить ученику аудирование на эту тему. Лучше всего, чтобы это было аудирование в формате ЕГЭ. Предоставить ему тему для эссе, которую он напишет самостоятельно, а лучше несколько, которую он напишет и будет использовать эту же лексику. И далее необходимо описать картинки и проработать раздел «Говорение» опять же на эту же тематику. Это делается в комплексе изучения одного топика. И далее по ходу изучения и набора лексики вы решаете еще дополнительные варианты ЕГЭ. Ну, это обычная стандартная практика отработки вариантов и понимания формата. Вот. Кроме того, кроме золотого любимого бриллиантового Макмилна, стоит самостоятельно заморочиться тем, чтобы найти подходящую лексику. Либо, может быть, у вас есть какие-то крутые пособия. Если есть, то, пожалуйста, поделитесь ими и напишите в комментариях, что вы используете для лексики. Не нашла идеального учебника, где прямо все расписано. Вот, пожалуйста, Марья Ивановна, возьмите этот списочек слов, и будет вам счастье, и будет 100 баллов на ЕГЭ у вашего ученика. Я на курсе самостоятельно отбираю эти слова, ищу, каждый раз их еще раз просматриваю, что-то добавляю, убавляю. Это наиболее употребимые слова в тематике. Если речь идет о подготовке к ЕГЭ за один год, то список лексики должен быть максимально емким, максимально употребимым и отработанным. И это задача препода, в первую очередь. Вот, пожалуй, что хочу сказать. Кроме того, еще могу посоветовать книжку «150 тем эссе», то, что мы используем. Там можно черпать отличные идеи для аргументов в эссе. То есть они также разбиты по тематикам. Весь этот набор кипа эссе. Вы можете их использовать, потому что помимо набора лексики в ЕГЭ есть замечательный и, пожалуй, самый сложный раздел «Письмо», который включает в себя задание 39-40. «Письмо личного характера» и эссе. О боже, эссе на какую-то тему, где необходимо доставить аргументы за и против какой-то проблемы. И это уже совсем другая задача. Сюда вроде бы тоже входит лексика, но боюсь, что набор даже самой обширной лексики не позволит ученику, простому человеку в 18 или 17 лет, аргументированно высказаться по проблеме атомного оружия, например. Какие аргументы ученик может предоставить в этом плане? И только имея набор идей, качественных в своей голове, он сможет выдать качественный аргумент для картошки, потому что она картошка, это не работает. Аргумент есть утверждение плюс пример качественный. Так, еще раз по пунктам. Чтобы качественно набраться лексики для ЕГЭ, важно купить книжку Макмиллана, оттуда взять и выучить лексику. Второе. Ваш препод должен подобрать вам еще дополнительно лексику в каждой теме. Далее. Отработать в упражнениях, в заданиях ЕГЭ, аудирование, чтение, письмо и говорение. Всю эту лексику отработать. И таким образом нейронная цепочка в вашей голове замкнется, и вы такие выучите качественный объем слов. И поверьте, знание 11 тысяч лексических единиц пустых, не примененных нигде и никак, не равно 100 баллов на ЕГЭ. А знание 500 или 1000 лексических единиц. Качественно отработанное в аудировании, чтении, на письме и в говорении равно положительный балл за ЕГЭ. Ставьте лайк, если информация оказалась полезной. Подписывайтесь на канал. И всем 100 баллов на ЕГЭ, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok